Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Ревельвер» и я, ее ведущий, Сергей Хистанов. Сегодня мы обсуждаем проблемы российских банков, тактику вкладчиков по отношению к банкам с вице-президентом Ассоциации региональных банков Яном Артом. Причем постараемся обсудить как проблемы банковской системы, именно как банковская система, так и рациональные стратегии граждан-вкладчиков. Потому что происходят скачки валютных курсов почти каждую неделю. В понедельник это уже такая недобрая традиция появилась. Центральный банк объявляет об очередном отзыве лицензий. Причем интересно, что лицензии отбирают, как правило, у банков с очень небольшой клиентской базой, но вот этот информационный фонд создается негативный и достаточно сильный. С другой стороны, многие задумываются, видят, как меняются доходности по вкладам и, соответственно, задумываются о том, как выгодно хранить деньги, сохранять существующий вклад или, может быть, перейти в другой. Те, кто обременены кредитом, соответственно, может быть, даже посматривают на возможности рефинансирования кредитов, а такие возможности сейчас тоже появляются. Вот поэтому сегодня постараемся максимально плотно поговорить о банковской системе. Но не с точки зрения тех, кто находится внутри банковской системы, потому что подразумевается, что это профессионалы, и они, в принципе, и без нас хорошо знают, что им следует делать в соответствии со стратегией своего развития. А вот именно с точки зрения грамотного такого подкованного потребителя. Ну и первый вопрос, который, естественно, витает в воздухе. Как вы думаете, Ян, вот то, что сейчас происходит в плане отзывов лицензии, что это такое? Оно будет продолжаться? Как на это реагировать? Вот, естественно, подспудно так, вот многие даже стесняются задать этот вопрос, но, тем не менее, я знаю, что многих он волнует, сохранятся ли нынешние довольно комфортные условия со стороны агентства по страхованию вкладов? Потому что сейчас все вклады суммой там до 700 тысяч рублей в эквиваленте защищены практически абсолютно. Вот, слава богу, ни одной, даже малейшей претензии к работе АСВ не наблюдается. Но в то же время в воздухе витают вот какие-то такие веяния, и вот вопрос к вам, как вы видите развитие ситуации в этом направлении? Ну, я думаю и надеюсь, что все-таки система страхований вкладов сохранится, ее выстраивали 5 лет. АСВ это одна из немногих безупречно действительно действующих казенных систем в России. И практика вот первых банкротств банков, первых выплат показала, что АСВ умеет работать очень четко. Они сократили от двух недель до аж трех дней выплаты по вкладам по многим банкам. С одной стороны. С другой стороны, после вот того процесса, который называется отзыв лицензии, одни называют его очисткой, другие зачисткой, естественно, что нервозность вокруг самого института страхования вкладов стала возрастать. Уже забыли разговор о планируемом повышении до одного миллиона планки застрахованных вкладов, потому что когда-то начинался на 170 тысяч, 400 тысяч, 700, и в принципе была логика продолжать, в надежде довести в обозримом будущем до полутора миллионов. Ну вот в Евросоюзе норма 100 тысяч евро, что гораздо больше установлено у нас. Но для России, с учетом самой динамики российских вкладов, российских жителей, как бы, если бы, я думаю, СВ доросло до планки в полтора миллиона, это была бы планка уже 100% годная, как бы, покрывающая 99,9% интересов страны. Естественно, что фонд страхования вклада, собранный банками за счет страховых вносов, он похудел более чем значительно, то есть он просто похож на состояние резервного фонда в 2008-2009 годах российского. Вот очень примечательная цифра, которая меня лично впечатлила, была озвучена, по-моему, около трех недель назад, вот могу чуть-чуть ошибиться со временем, после очередного отзыва о лицензии, было объявлено, что для того, чтобы поступления, которые банки вносят в фонд страхования депозитов, нарастили те выплаты, которые перед этим произошли, требуется срок порядка полутора лет. Понятно, что за полтора года еще не раз и не два отзабутся лицензии, и кто знает, справится ли АСВ с грядущими выплатами. На самом деле, конечно, фонд АСВ с отзывом лицензии у небольших банков справится еще как минимум с двумя десятками, тремя десятками отзывов лицензии. А вот когда речь идет о обзыве лицензии, какие мы наблюдали у банков из топ-100 и топ-200, то это уже такое ощутимое похудение для фонда. И, конечно, к сожалению, вызывает определенные сомнения в выживаемости этого института. Но точки зрения могут быть разные. Я сторонник просто классической, банальной точки зрения, что этот институт крайне необходим. У него есть, с одной стороны, огромная социальная миссия. Понятно, что это некая финансовая стабильность, спокойствие и настроение людей. С другой стороны, есть огромная экономическая миссия, потому что именно благодаря этому институту российские банки стали, по крайней мере, имеют надежду воспринимать вклады как один из главных ресурсов поступления ликвидности, собственно, на рынок. Как в любой нормальной стране это сделано, что главный источник — это сбережение населения, это внутренняя инвестиция такая. И понятно, что косвенно этот фонд, эта система работает на то, чтобы деньги людей лежали не под пресловутыми матрацами, а работали на экономику. Другой вопрос, есть ли куда вкладывать в экономику, но это не вина. СВ не вина банков, но как бы вот сама логическая цепочка очень важная. И более того, не так давно начали звучать очень разумные предложения, что неплохо бы застраховать еще и деньги малого и среднего бизнеса. И это действительно, на мой взгляд, тем более актуально с учетом отзыва лицензии, потому что вот наши VT многочисленные, особенно те, которые поддерживали вот такую политику ЦБ, говорили, что все правильно, они забывали, что за каждым отзывом лицензии стоит не только банк, который в чем-то там замешан, причем замешан не весь банк, а только его часть, блок, несколько его менеджеров и так далее. То есть трудно объявить преступниками, сотрудниками, всех сотрудников банка. Но еще и десятки тысяч малых и средних предприятий, которые потеряли счета, потеряли свои деньги, накануне Нового года не смогли выплатить зарплаты, премии, некоторые разорились. И вот эта волна, которая в целом на рынок от отзыва лицензии у, может быть, не самого чистоплотного банка, идет на совершенно невинные бизнесы, людей, и в конечном счете на семьи, которые просто на Новый год остались, условно говоря, без апельсинов. Я думаю, что все-таки о ней стоит задуматься. Возможно, какой-нибудь финансовый деятель, защищающий эту политику, скажет, что это демагогия, но это так, это просто так. Абсолютно согласен. Более того, если посмотреть на проблемы, возникающие не только у граждан, которые относительно неплохо защищены, по крайней мере, пока СВ действует, прекрасно, но и у предприятий, то, смотрите, ведь предприятие открыло в банке счет. У банка имеется государственная лицензия. Кстати, обращаю внимание, что лицензия государственная. И, соответственно, предприятие, открывая в банке с государственной лицензией счет, вправе ожидать, что надзорные органы существуют не только для того, чтобы там накладывать штрафы на провинившихся, а ведь основная-то миссия не в этом. Основная миссия в том, чтобы клиенты, которые пользуются услугами этого, ведь банк это же тоже предприятие, этого предприятия были защищены. Другой вопрос, что вот тоже, я думаю, что предмет длительных и непростых дискуссий, кто за это должен платить? Может быть, тем же предприятиям будет предложено вносить там плату более-менее сообразную с той, которую платят банки за участие в АСВ, и на этих условиях получать аналогичное страхование. Я думаю, что это было бы логичное предложение. Далеко не все бы им воспользовались, но, по крайней мере, у малых и средних предприятий был бы выбор. Потому что сегодня, к сожалению, ситуация такая. Я сам, как руководитель малого предприятия, я имею в виду не ассоциацию, конечно, агентство Банкеру, я держу деньги в двух банках, как предприятие в двух банках из топ-50. Но идеологически, с точки зрения своих принципов, я хотел бы поддерживать малый банк, в том числе своими оборотами. Но, к сожалению, в нынешней ситуации я доволен, что у меня деньги в банках из 50, а не в малом банке, потому что был бы не уверен просто в зарплате своих сотрудников. У меня один из знакомых пострадал в результате отзыва лицензии у одного из банков. У него там не такая большая, у него тоже несколько счетов, поэтому там не катастрофичная, но чувствительная сумма. Вот, как в народе говорят, зависла. То есть у банка отозвали лицензию, запущен процесс конкурсного производства, это в лучшем случае полгода. Я думаю, что нереально получится. Я тоже, насколько я так вот поспрашивал у практикующих юристов, это кредитор третьей категории, поэтому если там дыра в бюджете большая, то это 10 копеек на рубль еще неплохо считается. Система, к сожалению, у нас очередности кредиторов такая, что предприятие, конечно, практически в случае банкротства не имеет шансов, это раз. Если имеет шансы, то дисконт будет гигантский, это два. И три, просто это неподтвержденные данные, но осмелюсь все-таки их озвучить в эфире. Вот мне, например, поступала информация, что сразу после отзыва лицензии в таких крупных банках, как Мастербанк, Инвестбанк, уже по клиентам, предприятиям этих банков звонили и предлагали вывести деньги с дисконтом 60%, с дисконтом 70% и так далее. Не дай бог, конечно, но в похожей ситуации, пожалуй, там на дисконт 60% стоит соглашаться. Это меньшее зоно. Да, и это очень печально, потому что если речь идет о малом и среднем предприятии, то это очень, ну, такие денежки с потом заработанные. Но еще есть один очень важный вопрос, который впрямую примыкает к проблеме агентства страхования вкладов. Дело в том, что сейчас банки платят унифицированные взносы. То есть размер платежа в систему ОСВ привязан исключительно к сумме вкладов. Совершенно верно. Что создает проблему? Дело в том, что ни для кого не секрет, что вклады населения по банковской системе распределены неравномерно. То есть большая часть вкладов находится в небольшом количестве крупных банков, а дальше нелинейно вот это вот их количество уменьшается. Вероятность отзыва лицензий тоже нелинейно зависит от размера банка. Понятно, что у маленького она колоссально больше, чем у большого. И в результате получается парадоксальная ситуация. Вот даже с точки зрения банальной справедливости, что платят все одинаково в проценте от объема привлеченных вкладов. А и получается, что все эти средства идут на выплату в общем-то клиентам тех банков, которые находятся далеко в конце списка. Естественно, крупные банки, которые львиную долю выплат платежей производят, недовольны. И неоднократно, публично руководители крупных банков выказывали недовольство, предлагали разные варианты. Первый вариант, который, на мой взгляд, смотрится гораздо более логичным, это дифференцировать размер платежа в зависимости от категории банков. То есть как-то поделить их на категории, чтобы более надежные, с точки зрения риск-менеджмента, платили меньший процент, а менее надежные платили больший процент. Вот одно предложение. С точки зрения вкладчиков, может быть, и неплохо. Может быть, и неплохо. Хотя легко догадаться, что если мелкие банки вынуждены будут платить повышенные взносы в систему ОСВ, то это неизбежно будет заложено в процент по депозитам. Чудес не бывает. В этой жизни ничто с неба не падает. Есть и другое предложение, которое тоже озвучивалось топ-менеджментом крупных банков, а именно, либо страховать только тело депозита без процентов. Это уже определенные риски на человека кладутся. Второй вариант этого предложения, еще более радикальный, это страховать не 100%, а, допустим, 80 или 90. Тут уже человек начинает взвешивать, стоит ли повышенный процент по вкладу тех рисков, которые он на себя берет. Я понял. Я считаю, что второе предложение более разумно, потому что не надо человеку страховать упущенную прибыль потенциально, а надо страховать его риск. Его риск от тела депозита, а вовсе не проценты по нему. И ни один человек не имеет морального права заявить, что для него нанесен серьезный ущерб, если, например, в банке сгорел депозит его, ему вернули тело, но не вернули проценты. Да, это упущенная прибыль, но уж не повод биться головой в истерике. А что касается первого предложения, ну, давайте будем честны, что мысль проста звучит. Вот Сбербанк за вас всех платит малышня. С точки зрения вот анализа, да, это предмет серьезного разговора, наверное, в режиме радиоразговора невозможно, это нужно время анализировать. Теперь с точки зрения, ну, вот какой-то логики российского финансового рынка, и хотел бы сказать не как вице-президент ассоциации, а просто как человек, как эксперт. Простите меня, а от кого я это слышу? А Сбербанка, это единственный банк, который обманул всех вкладчиков России, всех вкладчиков всех государств СНГ, и лично в моих глазах мне неприятно слышать, господин Греф, какие-либо подобные размышления. По одной простой причине. Нет ни одного банкира сейчас в России действующего, кроме Грефа, который задолжал бы мне денег. Греф мне должен 50 рублей. Сначала он должен вернуть мне 50 рублей, он может, конечно, это не делать, но потом я смогу, может быть, с каким-либо уважением относиться к каким-либо его предложениям на рынке. Сначала полтинник, потом будем считать. Частные банкиры, малые банкиры, провинциальные банкиры меня пока ни разу не обманули. Греф, ну, не Греф, конечно, а Сбербанк обманул. Ну, тут и согласен, и не согласен с вами. Согласен с той точки зрения, что у меня, вот, ну, меня, к счастью, там, вот, обмануть он не мог, да, потому что у меня в тот момент, там, вклада не было. Но у бабушки была трагедия, там, всего конца ее жизни. У ней лежало 6,5 тысяч советских рублей. Кто помнит, что это стоило, да? По тем временам это был очень скромный, там, кооператив, ну, гостиничного типа, либо нормальный автомобиль, да. Не Волга, но, там, хорошие Жигули, да. Вот. И вот у деда, у с бабушкой вот по такой сумме лежала. Ну, значит, давайте будем. И причем, по моему совету, дед купил машину, потом ее продал, деньги сохранил, а бабушка сказала, что в Сбербанке надежнее. Тогда... Когда вклад разморозили, это просто очень яркое такое впечатление, да, вот, на всю жизнь бабушки уже нет в живых, а я это помню, да. Вот. Когда вклад разморозили, она на эти деньги купила будильник. Отлично. Давайте я предлагаю, перед тем, как всерьез вот эту логику рассматривать, значит, мы возьмем ваш будильник, вернем Грефу, он вам должен автомобиль, мне 50 рублей, и мы скажем, теперь мы внимательно слушаем эти благородные размышления. Вот. Но, с другой стороны, тоже дискуссионный момент, в какой степени Сбербанк нынешний правоприемник Сбербанка того, и тем более Сбербанка дореволюционного. Потому что это очень такая творческая республика. Извините, но если он себя рекламирует, что ему 170 лет, значит, он принимает на себя ответственность за все 170 лет. Иначе он вор и жулик. Это первое. Второе, я готов вместо 50 рублей взять кусочек здания от Советского Сбербанка. Пусть российский Сбербанк мне скажет, извини, я за тот не отвечаю. Отлично. Не вопрос. Не вопрос. И вы, соответственно... Позиция жесткая, но в чем-то вы правы. Я думаю, что, как ни странно, и это не демагогия и не популизм. Я думаю, что очень значительная часть наших слушателей сейчас подумает, что, в общем-то, да, с какой стати Сбербанк мне рассказывает, как правильно жить с точки зрения финансов. Мне, в смысле, этому человеку, который нас слышит. У Сбербанка еще мало моральных прав о чем-либо рассказывает. Ну, очень важный вопрос. Вот можно дискутировать о том, какой из этих трех вариантов, там, грядущий, когда она будет стать. Это отдельная интрига. Реформа СВ все-таки правильнее. Но вместе с тем у меня возникает четкое ощущение, что вот если темпы отзыва лицензии сохранятся, а, скорее всего, так оно и будет, в жизни вообще мало что меняется, да, вот, то, в принципе, само уменьшение вот этого фонда, который предназначен для покрытия вот этих рисков, а СВ так или иначе подтолкнет каким-то изменениям, правильно? То есть пока запасы фонда достаточно велики, можно откладывать решение сколько угодно. Решение не бесконфликтное, поэтому, естественно, его будут откладывать, сколько ситуация будет. Ну, не знаю, но с этими темпами, которые мы видим последние полгода, скажем так, критичный вопрос для системы страхования вкладов настал бы уже осенью. Просто я все-таки надеюсь, что Центробанк уже достаточно попробовал себя в роли вот этого чистильщика, дворника, вот все свои амбиции горничные уже, значит, реализовал и, может быть, не будет отзывать с такими темпами и сообщать нам, что предыдущее руководство Центробанка, которое стало советником у нынешнего руководства, настолько то ли было непрофессионально, то ли коррумпировано, что рынок так сильно приходится чистить. Потому что возникает вопрос, ребята, а что было до этого? Вот у нас на линии есть слушатель Сергей, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, очень приятно, что дозвонился до вас, спасибо большое, что такая передача есть, где можно свое мнение высказать, нормальное мнение. Вот у меня была компания, компания, которая в одном из банков, российских маленьких банков, как бы имела счет для расчета со своими клиентами. Вот. И Центробанк отозвал лицензию. При том, что банк был небольшой, и в этом банке, как бы, ну, я знал очень хорошо руководство, я знал председателя правления банка, главного финансиста его. И на момент отзыва лицензии мне показали документы, в котором, во-первых, никто из них сами не понимал, на основании чего была отозвана лицензия этого банка. И каких бы внятных объяснений даже из официальных источников имеется в виду Центробанка тоже не поступило. Якобы за какие-то операции, которые были, скажем, не совсем законные, но, как бы, конкретно какие операции никто даже назвать не смог. Но суть не в этом. Мне руководство банка на момент отзыва лицензии показало документы, по которым, как бы, все деньги, которые в банке находились чужих клиентов, они были обеспечены различными активами банка. Причем 100, даже 110 или там 120 процентов. Банк имел положительный баланс, очень хороший, на самом деле. Когда пришло АСВ, мы получили только все, только по 50 процентов, не более того. Куда делали все остальное? Никаких отчетов АСВ. Да, мы вошли в кредиторы, в совет кредиторов, так сказать, когда нас собирали. Но у АСВ ни одного внятного объяснения, куда делись остальные деньги, ни как вообще были, так сказать, произведены все эти выплаты, никому так и не дало. Вот у меня, как бы, моя практика общения. Ну и по поводу Сбербанка я абсолютно присоединяюсь к мнению товарища, который говорил об этом. Да, у меня тоже был счет, у моих родителей был счет. Ну, грубо говоря, так эти все деньги там и остались. Вот такая история. Ну, к сожалению, Сергей, то, что вы рассказали, достаточно типично. Более того, 50 процентов по нынешним временам, это еще гораздо лучше среднего результата. Потому что сейчас, если речь идет о предприятиях, а это третья категория по системе градации кредиторов, 50 процентов это еще совсем не худший вариант. Бывает гораздо хуже, да. К сожалению, да, бывают вопросы к прозрачности процедуры, но однозначно возлагать вину на арбитражного управляющего, там, не вникая в тонкости, тоже достаточно сложно из-за того, что активы, может быть, и обеспечивают, но вопрос ликвидности. Многие активы быстро, а у арбитражного управляющего еще и довольно жесткие сроки, реализовать за их настоящую стоимость, достаточно тяжело. Хотя сам по себе упрек, вполне разумный, что будем надеяться, что со временем, вот тоже АСВ, становясь, соответственно, санатором того или иного банка, будет действовать более прозрачно. Потому что вот сама тональность вопроса слушателя говорит о том, что возмущение вызывает вот сам факт непрозрачности. То есть результат показан, а откуда он взялся, чем он сформировался, почему принималось то или иное решение. Вот это вот отсутствие этой публичности, оно приводит... — По большому счету согласен, не могу осуждать АСВ, потому что некомпетентен вот каждую конкретную процедуру разбирать. Но действительно прозрачно все активы, а банки все-таки в России при всех своих недостатках самая прозрачная отрасль экономики, просто самая прозрачная. Судя по делам в прокуратуре, гораздо прозрачнее даже Министерство обороны. Как бы активы легко подсчитать у банков. Гораздо легче, чем у любых других бизнесов. Поэтому, конечно, это вызывает законный вопрос. Надо разбираться в каждом конкретном. Обвинить АСВ или обвинить регулятора сразу огульно не хочется. С другой стороны, непонятно вот мне лично, уже даже не как эксперт, как обыватель, одну вещь. Вот часто причина отзыва лицензии — это вот сомнительная операция, обналичка так называемая. Вопрос в одном, что обналичка — это преступление, это уголовное в том числе преступление. Я не понимаю логикой, почему, если в организации происходит преступление, как правило, в нем кто-то замешан, может быть, из сотрудников или клиентов в организации, почему она должна терять лицензию? Вот эту логику я до сих пор понять не могу. Если у меня украдут в супермаркете бумажник, я, может, и обижусь на супермаркет, что «ах, вы такие сякие, у вас плохая охрана, у вас злоумышленники проникли». Но я понимаю, что у этого супермаркета завтра не отберут лицензию на торговлю. Почему такое отношение к банкам? Почему в этот банк не приходит полиция и не просто берет по белой ручке подозреваемого? Почему в Росбанке за взятку был полтора, если шесть года назад арестован председатель правления, но у Росбанка никто не отзывал лицензию? Вот это вопрос. К сожалению, такая проблема существует. У нас приближается время рекламы, поэтому коротко примем телефонный звонок. Игорь, вы в эфире. – Алло. – Алло, добрый вечер, коллеги. У меня такой вопрос. Мы слышим, и вы касаетесь этой темы, и мы слышим о том, что и банки закрываются, и девальвация идет мощная, и другие неприятности на банках. Не грозит ли нам это каким-либо системным риском? Проще говоря, нет ли, не видите ли вы какой-либо опасности дефолта банковской системы? – Хороший вопрос, но предлагаю после рекламы. – Да, у нас очень мало времени, поэтому совсем коротко, Игорь, мы как раз вот после рекламы во второй половине нашей передачи подробно обсудим этот вопрос, ну а сейчас вот уходим на рекламу. В эфире продолжается программа «Револьвер». Мы сегодня беседуем о российской банковской системе, о ее проблемах и рациональном поведении грамотного потребителя банковских услуг с вице-президентом Ассоциации региональных банков России, с Яном Артом. Вот перед самой рекламой наш радиослушатель задал хороший вопрос, и вот я хотел бы там свое видение изложить, и вот Ян, соответственно, добавит позицию Ассоциации. Мне кажется, что несмотря на то, что отрицательных новостей относительно банков достаточно много, реальных проблем, вот с точки зрения системы банковской в целом, не так уж и много наблюдается. Связано это с тем, что большая часть проблем сосредоточена в небольшой группе достаточно малых с системной точки зрения банков. Причем большая часть этих банков как раз и не ведет операции с частными лицами. Поэтому я думаю, что до какого-то системного кризиса банковской системы, к счастью, очень и очень далеко. То есть даже там всерьез опасаться пока рано. Но другой вопрос, что держать руку на пульсе и быть в курсе безусловно стоит. Ян, к вашему мнению. Я, наверное, все-таки честное мнение выражу, потому что у Ассоциации как такового единого мнения нет. Это все-таки общественная организация, там есть разные мнения, и Ассоциации в силу своих обязанностей исполнять роль профессионального лоббиста обязаны быть достаточно лояльны к регуляторам, к властям. Это естественная позиция. Ну а так как я вице-президент, один из многих общественных, могу выражать более резкую, может быть, личную позицию. На мой взгляд, я согласен, что нет финансовых обоснований для системного кризиса. Но, к сожалению, у нас в России уже был опыт с банковской системой, что рукотворный кризис, кризис такого чиновного вмешательства часто вызывает большие последствия, чем кризис реальный экономический. То есть, скажем, 98-й и 2008-й российские банки переживали, может быть, как-то более так успешно, что ли, и более нормально, чем рукотворный кризис в 2004-м году, когда чуть просто не грохнули Альфа-банк, да, один из лучших банковских проектов. Я хорошо помню, а если вспомнить немножко более давние времена, то в 96-м году, я сам в начале 90-х работал банковской системы. Да, давайте вспомним, это же сумасшедший дом. Ну, исчезло много банков, которые тогда были монстры, а сейчас, кроме ветеранов, мало кто их помнит. Совершенно верно, совершенно верно. Но у нас есть еще один телефонный звонок. Михаил, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Хотел присоединиться к обсуждению. Вот, собственно говоря, я не сначала слушаю передачу, не уверен, просто эти темы-то звучали или нет. Вот, но что интересно, значит, вот АСВ претендует, да, значит, на первых ролях в получении, ну, массы какой-то, да, массы ресурсов банка того же. А, собственно говоря, почему этот процесс закрыт, да, это, как бы, вот такой основной достаточно тезис. Если это организация некоммерческая, да, у нее не стоит цель извлечения прибыли, а некого регулирования, да, то на основании чего, вот, любое действие, да, оно просто закрыто. Вот, по тому же самому мастер-банку, да, вот, то, что было количество, так сказать, активов, значит, скажем так, на начало отзыва лицензии, да, и вот на текущий момент, вот, кому переходит процессинговый центр, кому переходит, ну, короче, понятно, да? Вопрос. Сейчас, подождите, подождите, я сейчас вот, как бы, комплексно выскажусь, и потом уйду вас слушать. Значит, предложение такое, да, если отзывает лицензию на государство, да, ну, в виде некоторых вот таких вот государственных органов, то, собственно говоря, ведь рядовой гражданин, он здесь ни при чем, он платит налоги, да, организует какой-то бизнес, вот, было бы более ответственно с точки зрения государства, да, вот те деньги, которые недовыплачены по вкладам, в том числе, да, зачислять просто в налог, и вот тогда бы, тогда бы государство бы думало, да, оно хочет отнять, вернее, извиняюсь, оно хочет закрыть там, то есть, предприятие, которое обначивает деньги, да, как это потом обернется для него самого, чтобы потом начать думать, да, отнимать лицензию или вводить, так сказать, в внешнее управление или еще что-то, да, это вот, как бы, следующий тезис. Вот, и сейчас, сейчас, я уже закончу, не переживайте. Значит, такой вопрос, вот, отдайвклад.рф, да, то, что вот, как бы, мы сейчас там, как бы, все объединяемся, значит, есть люди, которые, допустим, просто перечисляли деньги через мастер-банк, вот, они тоже попали вот в эту катастрофу, я считаю, потому что, ну, деньги, большую сумму вы наличкой принести заплатить не можете, да, то есть у вас был, допустим, в понедельник платеж, а во вторник уже отобрали лицензию, и вы ставите в очередь, за что, вот, как бы, да, это правовой вопрос. Вот, собственно говоря, у меня все, большое вам спасибо, что эту проблему озвучиваете, да, ну, и буду слушать ваши ответы, спасибо. Михаил, к сожалению, один из моих знакомых находится в такой же ситуации, как вы описали, вот, и в том же самом финансово-кредитном учреждении, то есть, да, там, у предприятия были определенные средства, предназначенные, кстати, там, для чего-то, да, да, эти средства, средства зависли с очень туманными перспективами, вот, что касается, почему АСВ становится правоприемником, то логически-то это понятно, почему, потому что АСВ происходит выплаты, производит выплаты, ну, тем, кто под них, естественно, попадает, и в обмен на это становится, есть такое понятие, правоприемник, и, соответственно, уже, исходя из какой-то своей внутренней логики, причем я с вами абсолютно согласен, что эта логика не всегда прозрачная и понятная, когда на эту логику смотришь снаружи, процесса, да, вот, может быть, стоило бы, конечно, поставить вопрос о том, чтобы сделать эту логику более прозрачной, может быть, даже обязать публиковать какие-то решения, и, а может быть, даже и реализовывать активы, там, с публичных торгов, есть же специальные случаи, когда только таким образом разрешается реализовывать имущество, то есть, безусловно, есть над чем работать, но, к сожалению, вопрос не совсем по адресу, правильнее адресовать этот вопрос банковским ассоциациям, кстати говоря, а они, в свою очередь, уже будут высказывать мнение и от имени, в числе прочего, там, клиентов банковской системы для того, чтобы законодатели принимали какие-то решения, потому что вся логика-то процесса именно такая. Ну, по большому счету, с идеей вот сделано, что процесс санации должен быть более прозрачен с точки зрения активов и просто математики процесса абсолютно согласен и действительно как-то вот это проходило мимо. Наверное, сегодня эту тему стоит поднимать. А что касается того предложения, которое прозвучало от Михаила, оно, конечно, абсолютно утопическое насчет налоговой ответственности государства, но идеологически я с ним абсолютно согласен. У нашего государства оно напоминает подростка, который вот, знаете, как вот Макалей Калкин в доме, один дома, да, когда он остался один и так с криками индейскими носился по большому дому, один, теперь я делаю все, что хочу, да. Вот действительно, у нашего государства оно подросток, очень неуклюжий и действительно было бы неплохо, если бы она немножечко экономически отвечала за свои решения. Пока оно в основном на уровне вот поиграть в платную парковку способно отвечать за экономические решения, да и то только в одну сторону. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, Игорь, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Спасибо за передачу. Я хотел бы выразить некие сомнения в целесообразности, скажем так, этого фонда принципиально, сравнив его просто с страховыми фондами и выплатами. Сейчас я объясню, что я имею в виду. То есть, если возьмем идеальную систему, там, где все банки работают хорошо и никто ничего не закрывает, ничего не происходит, получается ситуация, что аккумулируются огромные деньги по страховым выплатам. Понимаете, да, о чем я говорю? В реальной ситуации из серии «Ваши бы слова, да богу в уши», да? Нет, я объясню. Значит, это мы берем... Понять сущность, нужно взять крайность. Вот одна крайность — это идеально все банки работают, огромная сумма, хочет некий фонд. Значит, у нас любой фонд, государственный или не государственный, он не относится к позиции даже страховой компании. У них есть фонд прибыли и фонд выплат. Значит, может быть, вполне возможно, иногда нужно устраивать какие-то графики каких-то банков для того, чтобы эта сумма просто куда-то уходила. А коммерсанты, они разберутся, что они... Я согласен, не согласен, абсолютно, потому что этот фонд... Это же не значит, что это деньги под матрасом, зарытые в кубышку. Этот фонд, сам институт страхования вкладов в любой стране, также размещает на депозиты в банки, более крупные, более надежные. Поэтому эти деньги все равно работают в экономике. Это раз. А второе... Они могут работать. Я согласен, они могут работать, это очень хорошо. Но если относиться к деньгам просто как к некой массе, если какая-то масса где-то накопилась, то ее надо поделить. Я не прав? А, вы имеете в виду чисто меркантильные или там полупреступные интересы? А, вот это... Можно прийти в банки и сказать, ребята, значит, мы вас закрываем так или иначе, потому что у вас какие-то тут нехорошие операции. Дальше мы смотрим, что делаем. С коммерсантами вы разберете сами, покажете бумаги, которые мне дают... А что мы выплатим из этого фонда? Я понял, да, вашу мысль. Более того, я сам так грешным делом подумал, что если увидеть в этом злоумышленное, то очень удобно. Свинка выросла уже, жирку нагуляла, пора бы ее грохнуть и свалить на каких-то хулиганов, которые бежали мимо и случайно нашу свинку, значит, завалили. Да, получается просто двойная оплата, потому что людям выплачивают те деньги, там до 700 тысяч, неважно. Ну да, да. А те деньги, которые были в банке, они могут быть уже совсем в другом месте. А с коммерсантами, я уже сказал, это... Теоретически такой риск-то есть, конечно. Теоретически такой риск есть. Ну, на самом... Это просто такой несмешной комментарий. Если я соглашусь с вами, меня прогонят из президента Банковской ассоциации. На самом деле, предложение достаточно радикальное, явно носит характер такой провокационной иронии. В жизни, если абстрактно предположить, что вот все до такой степени хорошо, что тратить средства СВ нет необходимости, то со временем можно просто уменьшить объем взносов, ну, соответственно, снизить это вот бремя уплачивания взносов для банков. Ну да, как у струклифов возникает расчет страха взносов. Есть актуарные расчеты, они хорошо изучены, им уже не первый век существует, там все отработано. Сергей, я вот абсолютно с вами согласен экономически, но логика Игоря мне понятна. Мне хотя бы понятно, откуда, по какой логике возникает такое подозрение. Это, в общем, верное подозрение. Оно имеет право на жизнь в нашей стране, к сожалению. Да, да. Ну, я, кстати, сразу же вспоминаю ассоциацию из бессмертного фильма «Собачье сердце», там Шариков тоже спрашивает. Да что, говорит, вы тут одно да другое говорите. Вот надо все взять и поделить. Вот такие ассоциации, к сожалению, у некоторых наших граждан тоже есть. Но время нашей передачи стремительно приближается к концу. Ну, к сожалению, мы не успели затронуть такой важный момент, как рациональная стратегия вкладчика по отношению к изменению валютных курсов. Но мы рассмотрим это в одной из следующих передач.